Телеканал КРТ представляет Около 200 медицинских учреждений Которые вообще сейчас висят по стране Которые не знают откуда что финансировать Из 1700 медицинских учреждений Больше 950 Получили финансирование меньше 2019 года Без всяких индексаций или чего-то еще Но 330 где-то получили финансирование 50% от финансирования 2019 года Где-то около 500 получают финансирование Немножко больше Ну больше чем финансирование 2019 года Ну и где-то там 150 получат финансирование Некоторые в несколько раз больше То есть таким перераспределением осуществили То есть что главное Маленькие медицинские учреждения То есть у нас получается полностью заваливается Секторально некоторые виды медицинской помощи Это уже можно сейчас говорить сразу То есть инфекционные во время эпидемии Инфекционные больницы 30-40% от бюджета В физиатрии Противотуберкулезная служба Противотуберкулезные диспансеры 25-35% от бюджета 2019 года Далее Психиатрия 25-30% от бюджета 2019 года И при этом мы должны говорить То что мы говорим равно бюджету 2019 года Это на самом деле не равно Потому что если за бюджет 2019 года Медики обязаны были только Это только зарплаты Коммуналка И немножко на лечение Приблизительно 7% В субвенции тратилось Реально на содержание пациентов И на лечение То теперь По договору с НСЗУ За эти же деньги Надо еще и лечить То есть если мы говорим Что это равняется 2019 году То это без учета Выросшие минимальные заработные платы Выросших тарифов И необходимости лечения пациентов То есть получается Больше половины сети Получила реальное финансирование Меньшее финансирование Я так разумею Одных пациентов ликуют За рахунок инших пациентов То есть это перераспределение Получится именно к тому Что у нас некоторые пациенты Некоторые медицинские учреждения Получат профицитное финансирование И возможность лечения Но из 330 медицинских учреждений Около 200 Это маленькие районные больницы Средний район 15-20 тысяч Умножить 15-20 тысяч населения На 200 И мы будем разуметь Сколько людей И вы будете иметь 4 миллиона 3-4 миллиона людей Которые не будут иметь доступной Медицинской специализированной помощи Из-за вот такого перераспределения денег Тобто я, если правильно вас разумею Тобто у нас є абсолютная меньшість лікарень, які отримують внаслідок цієї реформи більше грошей Значно більше И у нас есть абсолютная большинство лекарей, которые отримуют меньше грошей Кто-то на 10, кто-то на 50, кто-то на 70% И я так понимаю, что пиар-стратегия реформи Супрун Нужно показать всю меньшуюсть лекарей, которым дали больше грошей И каким мужчинам заглушити всіх лікарів, яких, по сути, більше Ну, правильно сказать Это эффективные, а эти работать не умеют Ведь те, кто работать умеют, посмотрите на результаты А те, кто работать не умеют Так они уже сделали это Первый этап медицинской реформы работался точно по такому же принципу Что сделали? Увеличили финансирование семейной медицины То есть из всех 150 тысяч врачей Мы имеем там меньше 20 тысяч врачей Это семейники Вот этим 20 тысячам увеличили финансирование в 2,6 раза И сказали, вот, ребята А теперь смотрите, у них, естественно, выросли зарплаты У них, естественно, выросло материальное обеспечение За 2,6 раза увеличение финансирования И значит разделять Вот семейник, вот все остальные Ведь это уже идет с 17-го года Ну, с 18-го года Первый этап был построен ровно по такому же принципу Реформа успешна Потому что, видите, посмотрите Первый этап реформы семейная медицина А все остальные потом Только другой вопрос, да А можем ли мы всем увеличить 2,6 раза? Не можем Самая дорогая, это специализированная А самая дорогая, высокоспециализированная помощь А теперь мы приходим, собственно говоря, в третий этап реформы То есть мы видим, что сейчас уже на второй этап реформы денег нет И это уже очень наглядно показывает Это уже видно и выступлению медиков Это видно пациентам, которых требуют деньги Дополнительные деньги на лечение То есть денег на второй этап нет Третий этап, это еще увеличение чека Высокоспециализированной помощи Это в несколько раз относительно специализированной помощи Это самая наукоемкая Самая высокозатратная часть медицинской помощи Пока вообще непонятно, откуда брать деньги на этот этап Поэтому мне кажется, что третий этап Будет максимально долго тормозиться Ну это на самом деле правильно Давайте сначала потренируемся на кошечках Потом все-таки будем трогать те оставшиеся крупные медицинские центры Где хоть какая-то осталась медицинская технология украинская Где действительно высокоспециализированные врачи И вы посмотрите даже сейчас Что главными противниками реформы Являются именно представители высокоспециализированной медицинской помощи Но они бачат результат на специализованных лекарнях другого этапа Поэтому Академия наук максимально противится А что такое высокоспециализированная помощь По-хорошему это институция Академии наук И еще несколько, максимум десятков крупных медицинских учреждений Которые так работают Все Вы получаете, что третий этап Ну невозможно вообще без системы страхования Без наличия дополнительного финансирования И без того, что мы наконец-то скажем Что люди должны оплачивать часть медицинских расходов за свой счет И внесем изменения в 49 статью Конституции Это невозможно, реализовать невозможно То есть говорю Мы максимум можем, реально мы могли финансово потянуть Только первый этап реформ Что и было сделано Просто я так понимаю, что вся реформа Она немножко, если вы заметили Она была очень красива под выбор Она синхронизировалась с избирательными процессами в нашей стране И Я так понимаю, Порошенко не ввел второй этап медреформы Думаю, что розумев негативные навыки Второй этап То есть мы реформируем здравоохранение От этого требуют наши международные партнеры Но мы делаем тот этап, который мы сможем сделать А второй этап будет после перезбирания президента А уж после перезбирания он что-нибудь уже выкрутит называется Такая же была пиар-стратегия, она очень хорошо была заметна Так что да, это та мина, которую Петр Алексеевич Подорубав Зеленського Да, просто положил На, дорогой, пользуйся Теперь твои решения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok